В преддверии Курбанайта в центре Шимкента активизировалась работа незаконных убойных площадок. И это невзирая на постановление о закрытии, выданное Альфа-Арабийским районным судом. Предприниматели, занимающиеся нелегальным доходным бизнесом, игнорируют и все предупреждения отдела ветеринария. Согласно предписанию, вы не имеете права содержать здесь скот и проводить его за бой. Точнее, держать можно, но только для себя в ограниченном количестве. Но никак не на продажу. До и во время Курбанайта мы будем проводить рейды совместно с сотрудниками полиции. Так что лучше не нарушать требования, иначе готовьтесь к большим штрафам. Глава Шимкента не единожды встречался с владельцами незаконных пунктов убоя, работающих на улицах Дулати и Мадаликожа. Габидул Абдрахимов даже распорядился выделить земельный участок для строительства современного убойного цеха. Производственная площадка была построена в микрорайоне Бузарык в рекордные сроки. Она рассчитана на ежесуточный убой 250 мелкорогатого и 50 крупнорогатого скота и лошадей. Казалось бы, работой и зарабатывай. Но, видимо, аппетит владельца нелегальных скотобойн, не желающих платить налоги и привыкших жить по собственным правилам, сокращать не желают. А те, кто всё же решил действовать в рамках закона и потратил немалые средства на строительство цеха, сегодня терпят убытки. Забой скота в центре города категорически запрещен. В праздничные дни мы планируем проводить на этих улицах рейдовые мероприятия. Рейды будут проводиться с участием ветеринаров города и области, правоохранителей и представителей СЭС. Забой скота на двух улицах будет немедленно пересекаться. В погоне за прибылью нелегально действующие предприниматели намерены подзаработать и в предстоящий праздник Курбанайт. Ветеринары в очередной раз напоминают, что мясо в незаконных точках забоя никто не проверяет, а значит, оно потенциально опасное.